Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Балак. И вот мы находимся на последней стоянке в Шитиме. Мы расположились от Бейд Гешемота до Вильга Шитима в Сепях Моама напротив Иордана. У нас полная уверенность. У нас все хорошо. Всевышний нас спасает. Сколько бы нас ни пытались враги уничтожить, уничтожить физически, уничтожить духовно, как угодно. Ничего. Все их усилия просто ничего не получается. Все проклятия обращаются в благословение. Четыре раза Белям нас благословил. И на настоящее, и на будущее, и на все. И сказал ему Балак, беги к себе, ибо ты не достоин никакой награды за то, что ты благословил сыновь Израиля вместо того, чтобы проклясть. И написано, что Белям дает совет Балаку. Он не успокаивается. Он пытается заработать на этом деньги и все-таки погубить еврейские дороги. Он сказал Балаку, что Бог Израиля ненавидит идлопоклонство и разврат. И они решили нас на этом поймать. И, к сожалению, поймали. Что они сделали? Они устроили ярмарку, на которой продавались товары разные. Сыны Израиля приходили на эту ярмарку. И продавцы называли огромные цены. Мы сказали, что это за цены такие страшные? Откуда у вас такие цены? Они говорят, ну зайдите в шатер, там наша хозяйка, поговорите. Мы заходили в шатер. А мавитяне и медиетяне взяли самых красивых женщин, самых красивых девушек, своих дочерей не жалели. И поставили туда эти шатеры. Мы заходили, говорили с ними, они говорили, пожалуйста, мы уступим цену хорошую дадим. Чего это вы нас не любите? Вы дети Аврагама, а мы дети его племянника Лота и так далее. И поэтому вы должны к нам хорошо относиться. Мы же вам хорошо относимся и мы вас любим. И берите товар. Ну у нас такое, если мы заключаем сделку, мы должны выпить вина. Она в то время не запрещалась пить это вино, любое, народом мира. Мы его пили, когда нам стало хорошо от вина, девушки нам понравились и нам их захотелось. Девушки говорят, а у нас с этим нет проблем, это все естественно, хорошо. Говорит, только ты должен выполнить служение нашей статуе. Но сыны Израиля говорят, мы что, идолопоклонники, мы что, будем поклоняться идолам, это вообще исключено. Но они сказали, а тебе делать ничего не надо, поешь попей, сходи в туалет перед ним. И попались сыны Шимонов, как пишут наши мудрецы, и поступали так. Они думали, что он надсмехается над этой статуей, над этими обычаями, которые были у мавитян. А это было настоящее служение Бальпиору, идолу. То есть, если бы мы, допустим, взяли идола другого какого-то, а служили ему так, то это бы не было поклонение идолу, потому что мы делали по-другому. А это именно было то служение, которое они и требовали для своего идола. И получался, и прилепился Израиль, Пиору. И страшное дело. Всевышний сказал судьям, что каждый из них должен убить своих людей. Наши мудрецы говорят. Но так как людей это множественное число, а наименьшее множественное число это два. А судей Израиля было 88 тысяч, как сказано в трактате Сан-Герийн 18а. То нужно было сколько людей казнить? 88 тысяч судей. Им нужно было казнить как минимум по два. То чтобы это было, если бы так поступили, то тогда, можете себе представить, сразу треть народа она была просто убить. И что получается? Казнить? Начали судьи, плачут. Как это взять? И каждый казнит своих людей, это свои семьи надо резать, кто виноват. Раша говорит, взяли и казнили. Но, если берем прямой текст Торы и читаем комментарии Рамбана, Раби Машебен Нахман, что мы читаем в Торе? Пишется, стояли судьи и плакали. Тогда взял один израильтянин, это был некто иной, как вождь колена Шимона, земли сын Салу, наши мудрецы говорят, его звали Шлумель сын Сурешадая, хотя это трудно нам понять, потому что впечатление от текста Торы, что его уже давно нет живых. Но, допустим, раз так написано, значит, есть это в основании в Тарктате Сангедрин. Приводит он принцессу Медьяна в стан. Машебен говорит, ты какое имеешь право так поступить? Он говорит, подожди, я что, не имею право привести себя женщину-медитянку? Машебен говорит, не имеешь права. То, кто совокупляется с язычницей, нарушает закон, поражается ревнителем. Он говорит, а ты на ком женился? Ты женился на дочери Итро, а он был кто? Правитель Медьяна, твоя жена Цепора, медьянитянка. И Маше плачет, не знает, что делать. И все плачут, не знает, что делать. Ситуация невероятная. Он пошел и начал с ней заниматься любовью. Пенхаз, такой левит был, он сын Элязара Коина, он внук Агорона Коина. Он берет копье в руку свою и заходит в шатер к этому земре сын Салу, когда он занимается любовью. И во время полого акта протыкает их копье в чрево его и ее, так что через половые органы копье прошло. Мало того, Всевышний сделал чудо, он их вынес на копье, они шевелились на копье. И он отвратил мор. И написано, что Пенхаз, сын Элязара Коина, отвратил мор. Мор прекратился. И было умерших от мора 24 тысячи. То есть попались в ловушку невероятную. Написано у нас, Пенхаз, сын Элязара Коина, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возриновал за меня среди них. И не истребил я сынов Израиля в ревности моей. То есть мудрецы не знали закон, не знали какой закон тут применить к нему. Вроде как он типа женился на этой медиэтянке и трудно предменить, за что его казнить. Но он вспомнил Галаху о ревнителе, который все забыли. И возриновал за Всевышнего. Наши мудрецы говорят, что все убитые были из колена Шимона. Все. Потом был пересчет и оказалось, что у колени Шимона осталось 22 200 человек. А было при первом пересчете 59 300 человек. Вот так. То есть виновата была колена Шимона. Всевышний берет и награждает за это Пенхаза. Он меняет закон Торы для него. Потому что если написано, что Коин рождает другого Коина, то если его папа Коин Элязар, то он родил и Пенхаз и так Коин. Но нет. Когда родился Пенхаз, Элязар еще был левитом. Всевышний назначил Агрона и Роснове левитами. И так как он родился до того, как папа стал Коином, он был левит. И поменять этот закон невозможно. И Всевышний для Пенхаза меняет закон Торы. И сказал Всевышний, что ему дано священнослужение. И мы даже знаем, что он был после своего отца первосвященником. Когда мы уже жили в стране, уже он тоже был первосвященником. И так дальше пошла его линия. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Рот был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуиль бен Герш, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перт бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэйль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фима бот Ана, Геннадий бен Елена, Леон бен Клара, Мазл Парноса Сгула, Ирина бот Ури, Арон Нарьер бен Ури, Здоровье Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, За хороший дух Арон Нарьер бен Двойра, Иис бен Нахум, Абигал бот Цара, Парноса Бриют, Ларьер бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко. На сегодня наш урок заканчивается, Передавайте это видео своим друзьям, Всем всего самого наилучшего, Проха Парноса Кавана, До следующих встреч, Надеюсь, у нас остается завтра в 15.30. Субтитры подогнал «Симон»